Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Дина. Записываю очередную видеонарезку. Сегодня, для понимания, четверг, 11 апреля. Ну и посмотрим, чем я собираюсь заниматься. Сначала хочу вам показать будку, в которой живет моя дурашка. Вот у меня состояние такое же. Я постоянно хочу спать. Видимо, моему организму это очень необходимо. Так. Немножко открыла свои теплички. Я после того, как пересадила растения, немножко их держу в тепличке. Ну, хотя бы пару дней. Кстати, мне сказали в комментариях в Дзене, потому что в Ютубе комментарии закрыты, чтобы Дохлею я не называла Дохлею. Но если ее так называли те, кто нашел, я же не виновата. Это же ее собственное имя. Дохлея. А вот это? Паразитика. Ну что, она паразитика. Там Дохлея тут паразитика, кстати. Паразитика растет. Даже какие-то у меня сплэшки стало выдавать, где вот. Плохо видно, но какие-то сплэшки есть. Вот, кстати, что я собираюсь делать, я хочу показать, что пора бы мне пересадкой заняться. Сейчас отключу. Откроем. Нет, все равно здесь привязано. Что ж это такое? Что же это такое? Вот из-за таких мелочей потом получаются длинные фитюры. Вот. Пора бы это пересадить. И пробуем опять же все тот же новый грунт. Я, кстати, нашла еще кого пересадить. Давно просится. Просится почему? Потому что выскакивает постоянно из того стаканчика, из которого он был. Вот, видите, он даже без стакана. Каймуке. И в последний раз я ее залила. Лист один мы потеряли, второй вот. Тоже потеряем, скорее всего. Но растет. Молоденький есть. Пересажу вот в такой стакан от хамилациум побольше. и прикопаю его максимально ну, максимально сколько он лезет. Блиста вот, наверное, досюда. Ну, или до этого узла вот. Вот этого. В общем, чтобы поглубже, чтобы он был более устойчив. Это постоянно падает, постоянно роняю каймуке свою. И оставлю уже здесь на первом этаже. Так. Я, кстати, сказала кому-то, что у меня грунта... Ой, дренажа. Нет, нет, нашла. В паре чистых запасов нашла дренаж. Вот этот грунт я уже показывала. Ничего не добавляю. Пускай так будет. Если честно, может быть, что-нибудь надо было бы добавить на метр клей, что мне не до этого. Что вы думаете? Как всегда, пересадка не заканчивается только двумя растениями. Во-первых, я вот это все пересадила. Высадила все череночки, которые у меня укоренились. Они все укоренились, но крышки такие небольшие. А у ритуцки здесь много черенков. У кого-то есть корни, у кого-то нет. И вот это Ах, ну, 41, моя красавица. И заодно пересадила вот эти растения. Я их показывала вам, новинки, не новинки. Они были в непрозрачных горшках, горшках вот таких. Я, когда получила от у продавца, когда купила, я их не пересаживала. И очень зря, потому что, ну, по мне, так это вот здесь есть, конечно, циолит, здесь кокос. Вот прям просто очевидный. Там вот внизу был рыжий прям. Причем мох, ну, мох это потому, что он был на корнях, он укоренялся, видимо. Растения укоренялись во мхе. Воняет очень сильно грибами, конкретно так. Кокос это что? Это вопрос времени. Я бы их просто загубила. Вот так вот высадила. Хотела дать ей опорку, а потом решила, что не буду давать опору пустая. Вот так вот, как она растет, так и растет. Она здесь у меня немножечко, даже тут, гор, потерян, потому что, ну, скорее всего, я ее залила. Хотя там с корнями все в порядке. Уменьшила я им объем. Дала 300, вот такой ведерко, 300 грамм, 340 что ли. Вот это тоже, по-моему, 350. Но зрительно, тот меньше горшочек. И этому уменьшила. Он был вот в этом ветре. Я сейчас где-то вот такое маленькое ведерко дала. Там корней, на самом деле, немного. велозе. Я хочу вам показать окно моего сына. Он выращивает перец. Он уже несколько плодов снимал, но они чуть-чуть побольше вырастают. Это болгарский. Он в прошлом году сажал в парнике, выкопал на зиму. И вот, правда, на него и паутин, и клещ напанал, и кого он только здесь не травил. Ну, в общем, вот так вот. И еще у него вот такой вот острый пирчик. Тоже недавно он снял плод. Это уже второй. Ну, тут еще вот много цветочков. Говорю, пересади, а то тут такая огородная земля. У меня же теперь модный грунт, надо же пересадить. Стефания пирог спекла. Идет подруга. Они с подругой пекли. Подругу домой позвали. Она идет дать кусочек пирога. Что вам говоришь? Два кусочка пирога? Я сейчас еще кое-что покажу. Это общество по защите котов. Вот, походу, предводитель. Так, предводитель защиты, банда защиты котов. Вон там коты. Им очень много корма посыпали, но тут не только это интересно. Половина мыли. Вот. Мне больше вот это нравится. Это мы наклеили. Друзья, всем привет. Продолжение своих мытарств ежедневных показывает, что у меня расцвела Луис Буис. Записала сейчас кусочек видео в видео о цветущих. Еще хочу, у меня, кстати, есть полно цветоносов. Вот такая, легко зацветающая. Это как бы Луис Буис, но она у меня варикатная. Хочу вот этого все-таки вытащить из горшка. Это бенчай не нравится мне. Нету прозрачного кашпоя, я не вижу, что там с корнями. Вроде поливаю. Вот. А он прям теряет тургор. Будем вытаскивать сегодня. А еще, когда я заливаю растения, как случилось вот с этим микрогномом, я спасаюсь вот такой стрёмной туалетной бумагой. Она вообще идеальная. У каждого цветовода должна быть. Влагу впитывает хорошо, упаковывается классно в нее, когда отправляем посылочки. Так что и недорого. Так, расстел второй цветочек пандурата вьетнам. Еще расстелала у меня специоза, но она так быстро отцветает, что ее прям надо ловить момент. У меня даже обратная сторона цветоносов очень такая. интересная. Ладно. Что еще из новенького? Вроде как бы все по-старенькому. Сегодня упакую уже вот эти вот большую часть заказика и отправлю завтра. А еще смотрите, как у меня красиво во-первых раскрашивается. Ба-ба-ба-ба-ба. не скажу так. Хоя пректай. Красавчик. Красавчик раскрашивается. И начал так как тенько расти саровак елоу. Такие тоже классные жилистые. Надеюсь, видно листики. Вот прям несколько точек роста. вон еще снизу. Очень красавчик. Тут тоже вроде все хорошо. Начинает набухать почечка на бунтокенсис. Да, кажется. Нет. Он называется бунтокензис. Калимантан СМЛ 001 или еще бунток. Но где-то читала, что это бунтокенсис. Кажется так. Не ошибиться. В общем, все в порядке. Рождем, живем дальше. Ждем следующих, кто расцветет. У меня еще три хойки на подходе. Сегодня моя младшая дочь в день рождения. Выставила сюда цветущую орхидею, фотографировала ее. Смотрю, как же все-таки они здорово смотрятся в интерьере. И вообще растения украшают. Красота сегодня гости побудут, потом отнесу их обратно. А еще я забрала большую хойботти. У женщины, которая распродавала свою коллекцию, потому что она у нее цвела. Я у нее брала в прошлом году череночек. Укорененная, что-то она желтенькая здесь. В общем, брала у нее череночек, так и не дождалась, чтобы он у свел. И тут она продает свою большую. Естественно, забрала только потому, что она цветет. Принесла ее домой и тут же заметила цветонос у своей боти. Вон он такой маленькая пипочка. Видите? Вот так бывает. Теперь у меня будет две боти, которые цветущие. Здесь убрала орхидеи. Можно протереть за полочкой. Сразу пусто. Ну а так пока все стабильно. Так, друзья, это наверное уже последнее видео. Кусочек нарезка. еду на почту отправлять посылку. Я туда хожу каждый день по одной посылке отправляю. Нет бы кучи собрать, не получается. А хочу пожаловаться. Только я написала ВКонтакте, по-моему, я показала, что у нас цветет черемуха и у нас не холодно. Такой вот бак пришел. Это вообще 6 градусов. Я мерзну, хожу в кофточке, которую вязала, в куртке. В общем, ладно, поехала на почту. Сдала посылочку. Получила карточку. открытки. И жду еще две посылки. Прям пальцы скрещиваю, кулачки держу. Заказала у одной женщины взрослые хои. Я не брезгу, я частенько покупаю взрослые хои. Причем это все хои, которые у меня есть, но здесь они взрослые. У меня пока они дорастут, еще не знаешь, доживу ли я до того, как они дорастут. и ластыневые заказала. 4 вида. Тоже жду. Время прячем. Время Время прячем. Продолжение следует...